трактор дт 75 мл ладарского тракторного завода без стартера стартер снят раньше на нем был стартер насколько я помню стартер запуска пускового рычаги выведены в кабину под правую руку тракториста навеска тоже снята видимо эксплуатируем с прицепным каким-то может быть с кпс с культиватором либо селка с какой-то из прицепной но не навесной раньше вот этот трактор являлся учебным там вот на полигоне на котором сейчас катается 150 гусеничный раньше студенты учились сдавали практику но учились сдавали экзамены практического вождения именно вот на этом тракторе можно сказать ухоженный раньше конечно состояние получше было чуточку трактора такого типо тоже еще встречаются в хозяйствах все-таки как-никак дт-75 это самый массовый трактор за всю историю тракторостроения даже я знаю в хозяйствах которых есть импортная техника держит 2-3 дт-75 именно таких работ которых ранних например за весенние закрытые влаги то есть на джон дире классе там еще там до фенди очень тяжело весной залезть поле когда еще земля сверху как раз у меня началась корочка внизу она еще важная то есть это то раз сразу вязанных буксуют дт-75 алтай т4 они как бы успешно справляются со своей задачей и сроки позволяют произвести все агротехнологические работы гусеница шириной 390 миллиметров с res preparing to make the house the cabin the cabin is open можно посмотреть его внутри неубранство трактора можно посмотреть внутренне убранство трактора чуть-чуть нагревать это все можно посмотреть дт-75 2000 года выпуска грижачок инструментальный ящик он же является сидением пассажира который мог прокатиться здесь в этом тракторе не часто конечно такое было но в деревнях такое случается даже ни один пассажир сюда садился коробка передач здесь мы видим что у этого трактора нету реверс-редуктора если бы был у него реверс-редуктор здесь бы был еще один рычаг то есть здесь классическая схема теперь включение передач вот она здесь представлена этот трактор здесь вот у него рычаги управления гидравликой это у него рычаг газа это вот не могу сказать что это такое напишите пожалуйста что это такое не сталкивался с этим рычагом сцепление мофта сцепления фрикцион правый фрикцион левый то есть три повороте при плавном повороте мы тянем рычаг вытягиваем на себя трактор когда у него сзади прицеплена какая-то какое-то орудие или есть какая-то нагрузка на крюки то когда мы тянем рычаг то есть это мы прям хорошо ощущаем трактор у нас поддается поворот плавненько начинает поворачивать когда нам надо круто повернуть то есть мы вытягиваем рычаг например левый налево нам надо повернуть левый рычаг на себя и затормаживаем барабан стояночный заднем мосту то есть и в этот момент у нас трактор круто поворачивается то есть одна гусеница затормаживается полностью 2 продолжает движение ни в коем случае нельзя сначала нажимать на тормоз потом тянуть рычаг либо просто нажимать на тормоз не вытянув рычаг этим самым мы убиваем ленты тормозные на шкиве солнечной шестерни то есть когда мы разблокируем шкив один из двух его в правый левый у нас крутящий момент но начинает вращаться крутящий момент часть крутящего момента передаться на него если мы это не делаем то у нас крутящий момент при затем никуда начинает проворачивать у нас барабан в ленте страдает как и постановочный барабан так и барабан солнечной шестерни если кому-то интереса поройтесь в интернете схемы есть то есть самое главное всегда сначала вытягивать рычаг а потом уже нажимать на тормоз и не путайте если вы тянете левый рычаг то нажимайте левый остановочный тормоз а не правый этим самым тоже уменьшаете жизнь лент тормозных как и всего заднего моста в целом конечно вот это бардачок можно бы там и всякие вещи складывать здесь было больше тумблеров намного завода свет еще что то еще что то лампочки были с контрольной сигнальные ничего уже нету у этого трактора есть у него уже гидровый усилитель муфты цепления поэтому когда двигатель заведенный этот рычаг педаль выжимается очень легко на старых тракторах раньше не было гидравлического усилителя за счет системы рычагов было и чтобы выжить мофту сцепления надо было такие приложить хорошие хорошую силу то есть за день пахоты на тракторе можно было накачаться так что мама не горюй да вообще у меня как-то выдалось попахать два дня на тракторе у него как раз было неисправно неисправен гидроусилитель на второй день у меня уже не было желания садиться больше в этот трактор если честно потому что это был повода волгородский трактор красный у него здесь была ручка здесь еще сбоку то есть чтобы выжить мофту сцепление надо было схватиться ну правой рукой правда схватиться за эту ручку здесь наружу и массой всего тела как бы выжимать на сцепление то иногда получилось так что сцепление выжималась не до конца и передачи включались немножко с трудом для чистой вот в общем такой неплохой трактор но уже опять же конечно для своих лет хорошим организации не последовал никакой модернизации было конечно видит того трактора вот 150 который здесь тоже стоит вот так и все это и заглохо прекратила свое существование жаль конечно техника очень интересная всем спасибо за просмотр